Здравствуйте, друзья! Рада всех приветствовать. Друзей, новых знакомых сегодня. Некоторые были уже у меня на диагностике. Может быть, и не раз, и в прошлом году, и в этом, и раньше. Хочу познакомиться с людьми, рассказать о своем методе, который я представляю. Я психолог, диагност, специалист по оздоровлению. И практика работы уже более 20 лет. И вот эта технология, которую я буду представлять, она пришла в мою жизнь в 18-м году. И просто перевернула мое сознание. Она настолько энергоемкая, настолько информационная, настолько точная и абсолютно необычная, что, познакомившись с ней, наверное, никого не оставит равнодушным. Все захотят знать больше, все захотят узнавать о себе какие-то моменты интересные. И самое удивительное, что вся эта информация, которая раскрывается, она записана в нашем теле. Поставляется на тонком плане. То есть, сняв информацию с биологических точек, мы можем показать вам, с чем вы пришли в этот мир. Технология, она называется очень долго, умно. Модульная медика, социальная, психологическая диагностика, электрорегуляция, косметология. Она была утверждена автором Ольгой Петровной Кузьменкой в 2003 году. И получила международное призвание в странах, поддерживающих Ленскую конвенцию. Точность исследования 99%. Это зафиксировано, подтвердено. Важно правильно интерпретировать те данные, которые снимаются. Кратко о методике. Что можно вообще понять благодаря этому методу? Ольга Петровна нашла информационные блоки, алгоритмы информации. Благодаря которым появилась система знаний и стало возможно в считанные минуты, прямо с места, не задавая ни одного вопроса человеку, читать психологические, духовные состояния на момент обследования, определять способности, возможности, профессию, партнерскую совместимость и еще много-много параметров, которые, ну, просто здесь в одном слайде они и поместятся. Выявляет на ранних стадиях криминальные наклонности. И, кстати говоря, вот эта, такая функция, она применяется в тюрьмах. И вы, наверное, помните случай с Рохлиным. Помните, когда генерала Рохлина убили, и его супругу взяли под следствие и обвиняли в убийстве. Вот эта вот методика помогла реабилитировать ее, да, и помогла отстоять ее травоту и непричастность к этому убийству. Так, Татьяна. Слежка. Слежка. Ага. Определять сильные и слабые стороны Личности. Оказывать помощь при патологическом состоянии тела, души и духа. В настоящее время, наверное, духовность, она вообще выходит на первый план, да. И мы все, которые здесь находятся люди, понимаем, что у нас есть приединство тела, души и духа. И все начинается именно с духовного плана. Потом переходит на душевный план, да, потом выходит на физический план. И это целый процесс, это растянутость во времени. Если человек нарушает какие-то законы, знает он, не знает эти законы, это дает искажение на психологическом уровне, на поведенческом, эмоциональном. Чувственном. И это, например, в духовных, ну, например, церковные служители, да, называют страстями. То есть страсти – это наше управление реакцией. Если мы не возьмем наши чувства под контроль, то эти чувства приведут к тому, что заболевание выйдет на физический план, на тело. И этому есть простое объяснение. Каждое чувство связано, оно застревает, ну, просто говорю, да, оно застревает в теле. Согласны? Например, на злость реагирует у нас желчный пузырь и печень. Что происходит, когда человек хромически злится? Что происходит? И к печени и желчному пузырю очень плохо подходят питательные вещества, кислород, ну, кровь, потому что сжаты сосуды. И со временем этот орган страдает, 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 и через какой-то период времени он заболевает. То же самое мы можем сказать о любом органе в нашем теле. Поэтому чувства, контрольное чувствами, это очень важные такие навыки для того, чтобы мы были здоровыми. Кому будет интересна вот эта вот методика? Для людей, которые хотят узнать целостную картину своего здоровья, состояние 12 органов и систем, скрытую патологию, прогноз здоровья с опережением в несколько лет, физические, энергетические, материальные возможности, психологические, духовные причины недугов, влияние на организм лекарств, БАДов, различных практик, процедур. Кстати говоря, вот эта методика помогает очень хорошо отследить например, какие массажи подходят человеку индивидуально, а какие они дают результаты. Если мы пробовали экспериментировать с молитвами, с аффирмациями, то есть есть словосочетания определенные, которые влияют на данного человека, который его исследует, есть те слова, которые просто не оставляют никакого следа. Кому будет интересна эта информация? Ну, наверное, для людей, которые не могут получить ответы на свои вопросы по здоровью. Мы знаем, что медики, они собирают целостную картину по частям. Иногда целостная картина, она не складывается. Вот в этой методике, буквально за 10 минут, мы можем увидеть целостную картину. Прямо развернутую картину и все взаимосвязи. Взаимосвязи, взаимовлияние органов и систем. И тогда, естественно, проще, легче найти первопричину того недуга, который появился у человека. Это важно, скажите? Очень важно, правильно? Интересно для людей, которые хотят совершенствоваться, но не знают, по какой дороге им идти. Вот эта методика, она может дать импульс к развитию. Почему? Потому что человек узнает о своих сильных качествах, о своих слабых сторонах, да? И может работать уже более осознанно. То есть эта методика, она расширяет осознанность человека. А если расширяется осознанность, происходит исцеление. То есть мы все знаем, что Бог, он лечит знанием. Вот это как раз тот случай. Здесь очень важную роль играет слово. И та консультация, которую проводит специалист. Потому что, понимая причины своих недугов, да, у человека появляется очень большая заинтересованность, очень большая мотивация к тому, чтобы выздороветь. Вот если там человек гипотетически просто хочет улучшить какие-то свои качества, он может начать это через месяц, через год, на завтрашний день. Может отложить во времени. Но если у человека что-то болит, и эта боль нестерпимая, и человек вдруг узнал причину этой боли, скажите, что у него будет очень большая заинтересованность, да, и мотивация избавиться от этой боли. И избавление будет приходить со сменой его мировоззрения, поведения и чувствования. И это может быть вот прямо на сессии, прямо буквально там в течение полутора часов. Я проводила эксперимент, я делала диагностику до консультации, делала диагностику после консультации, и данные отличались очень сильно, в лучшую сторону. Итак, как реализуется этот метод? Посмотрите, пожалуйста, вот такой вот маленький прибор совсем, который помещается в сумочку, который можно взять с собой в любое место, хоть на поляну, хоть куда угодно. И что производится? Российская. И вот такой вот, я отвечу на вопрос. И вот такой вот карточки. Может быть компьютерный метод, то есть есть программа, но компьютер мы не всегда можем взять с собой, правильно? А надежная вот эта вот карточка бумажная, ручка, карандаш, линейка, они, ну, более доступны. В эту карточку заносятся цифровые показатели, которые мы снимаем с 24 точек, всего лишь 24, не 60, не 70, которые находятся на запястьях рук и на стопах. Это очень быстро. В течение, ну, может быть, 7 минут я могу снять эти показания. Эти показания вносятся в карточку. Вот это вот карта Станислава. Делаются расчеты и выстраивается график. Мы видим, что по центру, вот здесь вот, у нас находится коридор здоровья. Это индивидуальный параметр. Для каждого человека он высчитывается, исходя из среднеарифметического его показателя. И мы видим модули красные, зеленые, синие, которые находятся выше и ниже и в коридоре нормы. Вот смотрите, мы электрические существа. У нас внутри есть электропроводка. И если наше тело представить домом с электропроводкой, да, то мы все знаем, что в доме должно быть в каждой розеточке 220. Правильно? Тогда все работает, прекрасно функционирует, свет горит, утюги работают.